Добрый день! Меня зовут Южакова Диана Владимировна. Я являюсь научным сотрудником Научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий при Приволжском исследовательском медицинском университете. Позвольте представить вам работу, посвящённую созданию новой ортотопической модели глиобластомы человека и её комплексному исследованию методами оптической визуализации. Глиобластома является наиболее агрессивной опухолью головного мозга и составляет около 48% от всех первичных злокачественных новообразований мозга. Несмотря на агрессивную тактику лечения, включающую в себя хирургическое удаление опухоли с последующей лучевой химиотерапией, медиана выживаемости, к сожалению, не превышает двух лет. Разработка новых эффективных методов лечения требует создания модельных опухолей, наиболее приближенных по своим свойствам глиобластомам пациентов. Современные доклинические модели глиобластомы можно подразделить на несколько категорий в зависимости от их происхождения — мышиные либо человеческие. Довольно распространены модели на основе мышиных сингенных линий глиобластомы. Они относительно дёшевы и просты в получении и позволяют проводить иммунологические исследования, так как выполняются на иммунокомпетентных мышах. Геноинженерные опухоли получают у мышей Денова, манипулируя экспрессией генов с помощью определённых воздействий. Получение таких моделей требует трудоёмких и дорогостоящих манипуляций, и используются они довольно редко для специфических целей. Опухоли мышиного происхождения далеки по своим свойствам от опухоли пациентов, и с целью создания экспериментальных моделей, наиболее приближенных к реальным опухолям, разрабатываются ксенографные модели на основе библиотечных либо первичных линий глиобластомы человека, перевиваемых иммунодефицитным мышам. В традиционных исследованиях используются модели на основе библиотечных линий глиобластомы, таких как У-87. Они отличаются стабильной перевиваемостью и предсказуемой скоростью роста. Однако их культивирование в присутствии сыворотки на протяжении десятилетий привело к тому, что они накопили значительные геномные изменения, прошли некую селекцию и в большей степени утратили первоначальную гетерогенность, вследствие чего значительно отличаются от реальных опухолей у пациентов. И в связи с этим наибольшую популярность сейчас преобретают модельные опухоли на основе первичных культур клеток, полученных из интероперационного материала пациентов. Главным их преимуществом является то, что подобные модели отражают многие биологические признаки реальной глиобластомы пациентов, такие как инвазия в мозг, микрососудистая пролиферация, некроз и устойчивость к терапии. Однако лишь в 10-20% случаев из интероперационного материала пациентов удается получить модельную глиобластому. И в связи с этим целью нашей работы была разработка новой ортопической модели глиобластомы на основе опухолевого материала пациента у мышей Нюды и её комплексное наблюдение методами оптической визуализации. Исследование было выполнено в рамках гранта РФФИ с участием нескольких организаций. Первичная линия глиобластомы из интероперационных образцов была получена в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в Москве. Для трансдукции данной линии было создано рекомбинантные плазмиды, кодирующие репорты для биоимиджинга в Институте молекулярной клеточной биологии СОРАН в Новосибирске. А, собственно, получение интеркраниальной опухоли в головном мозге мышей у Нюда и исследование её методами оптического имиджинга было проведено в нашем Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде. Получение первичной культуры глиобластомы из интероперационных образцов включало в себя следующие этапы. Первичные клетки глиобластома были получены из интероперационного биопсийного материала пациентов, у которых был верифицирован диагноз мультиформулы глиобластома ГРЭД-4. Клетки культивировались в питательной среде и на уровне третьего пассажа были получены стабильные клеточные линии, которые затем были подвергнуты иммунофернотипированию с целью оценки экспрессии маркёров глиобластомы и опухолевых стволовых клеток. На данном слайде представлены результаты иммунофлуоресцентного анализа. На препаратах клеток глиобластомы зафиксировано значительное количество Настин, GFEP, ECT и CX43 позитивных клеток, подтверждающих злокачественность опухоли высокой степени. И, кроме того, наблюдается высокая экспрессия ядерного белка КИ-67, что указывает на высокую методическую активность. Следующим этапом работы были… Данные полученные клеточные линии были подвергнуты к рио-консервации и помещены в биобанк. И следующим этапом работы была трансдукция полученных клеток с помощью люминесентного и флуоресентного репортера. Был создан лентивирусный вектор, кодирующий люциферазу ЛЮК-2 и красный флуоресцентный белок МК-2. Клетки, транзуцированные данной конструкцией, показали высокий уровень биолюминесентного и флуоресцентного сигнала. На основе данной полученной первичной клеточной линии была создана ортотопическая модель глиобластомы человека в головном мозге мышей НЮДы. И работа с этой моделью включала в себя следующие этапы. Первым была интракраниальная инъекция суспензии клеток глиобластомы в головной мозг мыши. Интракраниальная инъекция проводилась с помощью стереотоксической установки, оснащённой приставкой для нахождения координат на поверхности и в глубину головного мозга, и также цифровым микроинжектором. Мы оптимизировали стандартные методики, мы оптимизировали методику прививания опухоли в головной мозг, и нам пришлось значительно отклониться от описываемых стандартных методик и протестировать различные варианты локализации инъекций, дозы опухолевых клеток, объёмы и скорости инъекций, и даже среды для растворения опухолевых клеток, для приготовления суспензий. Мы выбрали наиболее оптимальные условия. Мы установили, что оптимальной является доза 2,5 млн опухолевых клеток на мышь, позволяющая достичь почти 100% прививаемости. Их глубина 1,8 мм, при которой опухоль развивается быстро, часто выходя на поверхность мозга, что удобно при неинвазивном мониторинге её с помощью флуоресцентного имиджинга. И при этом опухоль формирует границы с белым веществом мозга, включая крупные тракты, и с корой головного мозга. Далее мы инвиво детектировали развитие опухоли в головной мозге и проводили мониторинг её роста с помощью биолюминесцентного и флуоресцентного имиджинга. На данном слайде представлены биолюминесцентные и, соответственно, флуоресцентные изображения прижизненные мыши. Мы можем детектировать инвиво сигнал биолюминесценции после введения мыши Д-люциферина, а также при открытом кожном лоскуте на голове можем детектировать инвиво сигнал флуоресценции в зоне инъекции опухоли, тем самым обнаружить, что у нас успешно прошло прививание опухоли в мозг, и мы можем в динамике следить за её ростом. Также на слайде представлены изображения свежеизвлечённого мозга с опухолью. Следующим этапом была апробация новых оптических методов диагностики на основе эндогенного контраста на полученные модели. Так мы визуализировали образцы мозга непосредственно после извлечения с помощью флуоресцентного макроимиджинга с временным разрешением FLIM. Данный метод представляет собой перспективный подход для интероперационной лейбл-фри диагностики. На слайде представлены изображения, полученные с помощью оригинального контвокального макросканера с опцией FLIM. Представлено обычное флуоресцентное изображение, на котором виден сигнал от опухоли МК-2. И благодаря этому изображению мы можем верифицировать зону опухоли. А также представлены изображения автофлуоресцентной полученной в канале НАДАШ с временным разрешением. Показан эндогенный контраст между опухолью и окружающими здоровыми тканями мозга, белым и серым веществом, на основе различий во времени жизни флуоресцентной эндогенных флуорофоров. Также данную опухолевую модель мы визуализировали с помощью кроссполяризационной оптическо-кигерентной томографии, основой на обратном рассеянии света. Показан эндогенный контраст между опухолью и нормой на основе оптических свойств перифокальной зоны опухоли и здорового белого вещества. На данной работе созданная модель глиальной опухоли использовалась для разработки критериев дифференциальной диагностики перифокальной зоны опухоли и здорового белого вещества. И последним этапом была гистологическая верификация патологического состояния тканей опухоли головного мозга. Мы провели сравнение гистологической структуры новой, разработанной нами модели на основе первичной линии с стандартной моделью У-87, также развивающейся в головном мозге. Мы установили, что полученная нами новая модель глиобастомы на основе первичной линии демонстрирует выраженную опухолевую инвазию в окружающие ткани мозга и также гетерогенность опухолевых клеток и данные, что характерно для реальных опухолей головного мозга. Стандартная же модель на основе библиотечной линии У-87, которая была получена нами в сходных условиях, она демонстрировала значительно более гомогенную структуру тканей без выраженной инвазии. И таким образом мы разработали новую ортотопическую модель глиобастомы на основе первичной культуры, меченную флуоресцентным и биомилисцентным репортерами. Показана возможность инвиво-мониторинга развития полученной опухоли с помощью флуоресцентного и биомилисцентного имиджинга. И продемонстрирована возможность обнаружения опухоли в мозге мыши с помощью новых оптических методов диагностики на основе эндогенного контраста. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...